Значит так, ещё раз. Влетаю, убиваю первого, кидаю тесат, а потом включаю замедление времени и стараюсь убить всех остальных. Давай. Блять, и меня убивает нахуй. Это было очень красиво. Нет, это было отвратительно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С самого начала. Это обучение, насколько я понимаю, да? Мы что, играем за чувака с пушкой? А, нет, всё за нахер. А, вот, 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 вот наш главный герой, которого я видел как раз. Да, это обучалка, это обучалка. Сейчас мы быстро научимся здесь, как я понимаю, основам. Вообще стайл, вот, хотлайн Майами такой, типа, когда музыка электронная играет, сразу уже узнаётся, я прям вот, я прям слышу. Атмосфера. Вот эти даже стрелочки розовые тоже мне напоминают хотлайн сразу. Ждите, отвечайте. На месте, о, тут есть диалоги, ребят, в отличие от хотлайна. Почти, ещё нет, почти на месте. Такого шанса второй раз не будет. Действовать нужно максимально быстро. Учёного держит где-то на территории фабрики. Продолжай. Спаси его и немедленно отправляйся по указанным координатам. Принято. Твой дар предвидения позволяет шинковать на ломке всё живое на твоём пути. Самое главное, не должно быть никаких свидетелей. Как я понимаю, надо шинковать, вырубать нахрен весь уровень. Просто всех уничтожать. Так, всё, вот эта уже игра начинается сама, хотя всё равно, как и понимаем, ещё в режиме обучения. Укрытие на фабрике. Нажмите «Атака», чтобы начать планировать. Планировать. Так, у меня, как я вижу, ограничено время на прохождение уровня, да? Возможно, сейчас это никаких трудностей не создаст, скорее всего, на поздних стадиях игры. Всё, ну музон пошёл чистой воды хотлайн Майами. Прямо жёсткий хотлайн Майами. Так, РТ, это чтобы вот это преодолеть, я понял. А, чтобы быстро... Ау, это минус, мне так ничего не... Бляски, Рот. Всё, и меня отмотал назад. Вот, я понял, что значит планирование. Типа, здесь объясняется, почему мы не умираем, объясняется. Я понял, окей. Хорошо это сработает, замечательно. И там дальше у нас идёт по второму уровню. Объясняется как раз, почему мы не умираем, потому что это, типа, наш дар предвидения. И мы запускаем его сначала. И потом, если всё удачно, значит, вот так вот мы проходим уровень. Всё, я понял. Пацанётов в кипариках такие жёсткие, смотрите. А, изо, изо, изо. Фу! Бляски, Рот, ну как так? Слушай, надо, конечно, определённое время поиграть, чтобы немножко эту игру освоить. А, блёски, Рот! Замедление времени тоже есть модно. А модно мне нравится. И вот сейчас проходим. Вот, я уже в начальще запарываю. Что же будет дальше? Здесь, как я понимаю, в основном интересы игра представляет на более поздних уровнях. Но, в принципе-то, потенциал её виден уже и на начальных уровнях. А, ха, ха, изо! И что теперь? Хопа! Вот и учёный. Уходи быстрее. Я ещё думаю, что там за тарарам, наверное, пиццу принесли. И, Тимош, я пришёл с тобой. Увы, пиццы у меня нет. Я пришёл за тобой. Но, знаете, без пепперони, как в пепперони. Сейчас встать попробуй. Давай, вставай. Ох, я уже был решил, что кранты, котёнку. Спасибо. Да, изи, братан, никаких проблем. И что, просто сваливаем? Не понял. Сука, охуеть! Вот бы на камеру попало. Ха-ха-ха, вот это перевод, я понимаю. Ну что, пацаны, пора валить крысу. И осторожно, тут лазеры. Так, вот это интересно. Это становится интереснее, ребят. О, блядь, я сдох сразу. И поэтому... Давайте ещё раз отматываем назад. Да, вы серьёзно? Ну, давайте. Ох ты, ебать! О, ох, 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 блядь! Так, я понял, здесь ещё огнестрел есть. Я чё-то этот момент не учёл совсем, да? Значит, кроме гепоты, здесь ещё и настоящие ребята с пухами есть. Это весело. Быстро, 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 быстро. Хоп! Выбана! Уровень пройден, музыка заканчивается, перестаёт играть. Очень сильно вдохновлена игра Hotline Miami. Прям очень сильно. Большая стилистическая игра Hotline Miami по геймплею, конечно, нет. Иди домой, отоспись, завтра тебе пришлют новое задание. Так, это мы на хате. Посмотреть телевизор. А чём ещё можно что-то делать? Выпить чайку? Выпить чайку. Ну, стайла у игры не отнять, ребят. Очень всё стильно выглядит, модно-молодёжно, классно. Общаясь об обнаружении 20 жертв на территории заброшенной фабрики в третьем районе. Попробовать уснуть? Давай. Одним из убитых является Давид Бэй. Учёный на службе правительства, объявленный без вести пропашем три недели назад. Рано я лёг спать, на самом деле, можно было дальше бы почитать. Это что такое? Где я нахожусь, блять? Это мой сон такой великолепный или шо? Вот я маленький... Блядский рот! Так, это мне снятся какие-то кошмары. Я помню, когда маленький был, мне тоже снились тёмные силуэты. Осталось 9 дней. Мне снились тёмные силуэты, которые меня сжрали, пока я лежал в кровати и спал. Прошу, проходи, располагайся. Выглядишь неплохо, особенно с учётом обстоятельств прошедшей ночи. Что ж, приступим. Мы уже два месяца как даём тебе половину обычной дозы. Как самочувствие? Галлюцинации? Вчера на редкость паршивый день я давненько уже не было. Опять кошмары снятся. Вот как. Возможно, мы говорим о побочном эффекте лечения. Расскажи, что тебе снится? Вокруг какие-то тени я вижу странные устройства, я играю с мечом. Вокруг какие-то тени. Значит, в комнату входит тень. Что это за тень? Она идёт ко мне, она идёт к устройству. Может, эта тень хочет что-то сделать с этим устройством? Может быть. По-моему, это учёный. Может быть. Не знаю, кто это. Это учёный? Я не думаю, что этот человек хотел тебя обидеть. Не нужно его бояться. Может, и так. Где моё лекарство? Да, думаю, это так. Я думаю, это так. Лекарства не просим, не настаиваем. Нафиг это надо? Наше время вышло. Подожди, я найду твою папку. Вообще, сюжет интригует. Если честно. Мне интересно, что с этим чуваком, что происходит. До чего у нас остались 9 дней уже. Сегодня ты сделал большой шаг на пути к исцелению. Здесь вся нужная информация о сегодняшней работе. До завтра. Спасибо большое. До свидания, доктор. Я хочу дальше убивать людей под модную молодёжную музыку. Так, это папка. Уничтожь после того, как прочтёшь. Давайте прочитаем. Возраст 56. Рост 175 сантиметров в связи глаз карри. Это, видимо, наша жертва, да? Джош Роуз, миллиардер, меценат и инвестор. Председатель общества послевоенного восстановления новой Мекки. Шо. Замечен в торговле с запрещенными препаратами. Постоянно находится под усиленной охраной. Опять ребята очень сильно напоминают Кутлан Майами. Кто-то нам даёт задание в скрытой форме, да? Видимо, нам после этого надо его убить. Замечательно. Хорошо. Очень сильно напоминают Кутлан Майами. По подаче, наверное. Хотя тут есть диалоги, на которые можно выбирать вариант ответа. Добрый день, могу я чем-нибудь помочь? Нет, так что я пойду. Вау, какой у вас снаряд интересный. Я косплеер. О, я обожаю аниме. Кого косплеите? Это же Шиноду Сакамура. Блин, здорово. Первый раз слышу. Оно про что? Про Аяоши, карты, мрачную киберпансовую антиутопию. Вау, это же мой любимый жанр. Да ещё и в таком сеттинге. Оно есть на Вэбфлексе? Отстаньте, пожалуйста, я сомоляю, Вэбфлекс для быдла. Эм, ну да. Отлично приду домой, сразу сяду смотреть. Может, поим ко мне вместе, посмотрим? В смысле нет, забудьте, фигню сморозило, приходите, пожалуйста. Ха-ха-ха-ха. Челышка клеится на Изи Склилтуш, настоящий самурай. И она сразу думает, у, обнажи. Свой меч, пожалуйста, обнажи и вложи его в мои ножны. Но не сегодня, детка, извини. У меня здесь дела поважнее. Отель Мердовер. Нажмите, а так, чтобы начать планировать. Погнали, всё, вызывай. Педики выйдут из него, надо их сразу убивать. Куда, босс? Змей, змей здесь. Змей? Тревога. Понял. А вот немножко напрягает пропускать каждый раз своё, типа, планирование, да? Что это я взял? Что это мне делает? Что это мне даёт? Враги, которые в рукопашку лезут, они просто пусечки, которых можно убить за 2 секунды. Блин, а можно как-нибудь в настройках отменить повтор уровня, как я его проходил? Я бы, если честно, с радостью бы это отменил. Так, давайте мне опасных врагов. Вот эти вот пуски, блядь. Зато тебя тут ваншотают на изи, да? Это приятно. Это мне нравится. О, эээ. Минус. Да бляски, рот. И меня к самому началу, серьёзно. Что мне даёт этот самый, эээ... Я метнуть его могу, врагов? Вот что такое это. Здесь надо продумать всё-таки свои действия немножко. Да блядь! Всё, и изи. Ударил! О, ударил, ударил! Ещё мне вылезайте, давайте! Иза! Спокойся. Так, тут их два. Выебан, 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 выебан. Ещё разобрали. Выебан. Подбежишь ко мне, мой сладкий? А если я так сделаю? О, изи. Ребят, не забывайте, если вам нравится игра и вы хотите её на стрим, ставьте лайки и побольше желательно, да? Будет больше ста лайков, я задумаюсь и посмотрю, конечно, количество просмотров тоже этой игры. Если всё будет хорошо, мы обязательно с вами её пройдём на стриме. Да блядь! Я самурай. Взяли! Оп! Опа! Иза! Ну, динамики игры не отнимать. Дежавю, конечно, хотлайн Майами очень жёсткая, да? Но! О! Да, блядь, я же так старался, я же такой молодец был, я же прыгнул, я же уворачивался, я же, блядь, всё делал правильное. Здрасте! Опа! Магра у вас ладжёси, ладжёси, блядь, ладжёси! Извините, пожалуйста, за эти непонятные слова, которые вы все любите и знаете. Я сразу догадался, я сразу... Короче, сейчас это, я уверен, это невысокая сложность игры общая. Это моя криворукость, потому что я ещё не научился в эту игру нормально играть. Да, правильно играть, я ещё не запомнил все механики, сука, нет, ну самое начало, блядь, серьёзно. Вот, а позже, на действительно больших и интересных уровнях, действительно будет по-настоящему высокая сложность, спокойно смотри. Изи! Вот он! Здравствуйте! Я знаю, зачем ты здесь, и не собираюсь порадовать тебя, умерев от твоей руки. Не совсем тот, который я ожидал, увидите. Признаться, я удивлён, что у вас таких несколько осталось. Несколько? Ты ещё не знаешь? Ну, ладно, неважно, а мне ещё одна ошибка военного времени. Последнее слово? Не жаль, что тобой я принёс людям столько боли, прощай. Блядь, а сюжет реально интригует, ребята. Слушайте, игруха, по-моему, очень достойная, несмотря на явные вдохновления. От Hotline Miami? По крайней мере, то, что касается стилистики, да? Стоять! Поступила оперативная информация в здании стрелярия, представьтесь. Ох, да это же просто наш гость. И почему-то этот ваш простогость по уши в кровище, не извольте объясниться. Я косплеер. Да, он говорил, что Шинджу Сакамура из Экс... Косплеит. Тогда вам очень повезло, что запретный косплей из шкафа ещё в том году отменили. Проходите. Вы видали, кстати, ребята? От ваших диалогов, того, как вы разговариваете, зависит развитие игры и сюжета. Добрейшего денечка Шинджу. Спасибо большое, дорогуш. Смотрите, мы склеили тёшку, сказав, что мы косплеер. И это повлияло вот здесь на выходе из уровня, да? И нам не пришлось убивать никого. И, блядь, это охуенно всё сделано. Это очень круто. Работодатель доволен результатом. Вот этого, кстати, в Hotline Miami не хватало такого... ...реиграбельности, да? Иди домой отдохни. Хорошо, завтра придёт следующий заказ. Ребята, это всё очень сексуально выглядит. Что за девочка маленькая? Ай! Эй, смотри, куда прёшь! И вообще, ты незнакомый! Это ты, шумный урод? Нет, шумный урод живёт рядом со мной. В общем, он сатадинский урод. Я в последней квартире живу. А ты где живёшь? В соседней. Вам жатники, значит? Значит, мы с тобой соседи. Сдохнут, боже, со скуки. Чего, соседозавр? А, чао, соседозавр, блядь. Иди гуляй. Я хочу домой. Диалоги написаны круто. Мне очень нравится, кстати говоря, локализация. Она, по-моему, великолепная. Ужасное происшествие в отеле Мердовёр. Конфликт между криминальными группировками унёс жизни 28 человек. В том числе и жизнь известного своей эксцентриченостью миллиардера Джоша Роуза. Который был сброшен с балкона своего пентхауса. Пока что у полиции нет зацепок. Но аналитики предполагают, что нападение было совершено хорошо координированной группой элит. Так и было, так и было. Ребята, так продолжайте думать. Попробуйте услышать. Да, мы рекомендуем вам по возможности не выходить из дома. В целом, подача, напоминая Хотлайн Майами, но сюжет более понятный. Да, потому что в Хотлайн Майами там прям вот было совсем всё сюрреалистично, да? Опаньки. А вот это вот злой парень. И нас убивает реально. Вот теперь можно идти к психологу и рассказать, что учёный хороший, а какой-то подсадчик, который пришёл после него, плохой. Осталось 8 дней. Сначала давайте обсудим, насколько здоровый у тебя сон. Тут кошмар повторялся. Прошлой ночью повторился. Ага, вот как. Расскажи, что происходило в этом сне. В меня стреляли. Ага, понятно. Значит, этот учёный с тобой заговорил? Скорее, клинкнул что-то перед смертью. И сразу после этого его застрелили. Может, он пытался тебя предупредить? Прячься, блядь! Они нахуй охуели! Да, думаю, он пытался предупредить. Да, думаю, это так. Я подозреваю, что эти сны связаны с неким травматическим воспоминанием, имевшим место быть ещё до ранения. Ранение? Ты почти погиб во время войны. Серьёзная черепно-мозговая травма, последующая амнезия. С тех пор мы и работаем, несмотря на твою потерю памяти и исказившееся восприятие времени. Твоя медаль за отвагу не только служит важным напоминанием о твоих жертвах, но ещё и связывает тебя с твоим прошлым. Я наблюдаю медленный, но стабильный прогресс. Скажи, а как у тебя с личной жизнью? Без изменений. Вот как. Социализация обычно признаётся неотваемым элементом терапии. Однако же я полагаю, что тебе слишком рано коммуницировать с другими людьми. Поговорил вчера с одним человеком. Как неожиданно. Расскажите об этом человеке. Просто девочка живёт в моём доме. Даже так, весьма неожиданно. И кто же она? Ребёнок, она живёт рядом. О, похоже, я неправильно тебя понял. Что же, возможно, оно и к лучшему. Ребёнок в третьем районе? Необычно не сказать больше. Почему необычно? Ты сам прекрасно знаешь, третий район мало подходит для воспитания детей. Ясно. Что ж, сегодня ты сделал большой шаг на пути к исцелению. Подожди чуть-чуть. Мне нравится сюжет, мне нравится, как его подают. Мне всё, если честно, это нравится и заходит. Вообще, игруха выглядит очень достойно. Это был очень продуктивный разговор. Завтра мы обязательно побеседуем ещё. Спасибо большое. Так, давайте ещё один уровень с вами пройдём. Посмотрим на него. Известный диджей из второго района. Замечен в распространении наркотиков. Цель практически не охраняется. Но постоянно находится в окружении фанатов. Патологический лжец. Не вступать в разговор. Написано. Я вступлю в разговор. Вы же не против, да? Погнали. Ага. Пацаны, да тут стелсуха жёсткая подоспела. Ты посмотри на эту красоту ёбаный-бобный. Вот это приятная новость, что здесь меняются механики игры. Да блядский рот. Ёб твою мать, ты посмотри. Я могу прятаться в толпе людей. Здесь всё изи для детей маленьких. Блядь, можно было бы ещё их как-нибудь вырубать. Вот тогда бы было приятно. Единственная проблема вот этого вот стелса, это, конечно, круто разнабраживает немножечко саму игру. В том плане, что вообще существует такая механика стелса. Но он такой тягомотный. То есть ты идёшь, останавливаешься, ждёшь и идёшь дальше. Главное, чтобы они им не злоупотребляли, короче говоря. Если они не будут злоупотреблять, тогда будет норм. Так, всё, конец, конец уровня. Сколько можно? Давайте уже я буду... О, ну наконец-то. Здесь мне дали хоть подраться. Эй, только для персонала. Извините, пожалуйста. Спасибо большое. Ага. Всё, вот этот стелс-механикой даже здесь как-то юзается для того, чтобы спрятаться от камер наблюдения. Ну ладно, 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 ладно. Здравствуйте. Сэр, простите, пожалуйста, я ворву с кем-то... Ах ты, блядский рот, это минус. Не забывай, во время переката ты абсолютно неуязвим. А я не знал этого, спасибо большое, что сказал. Ещё раз. Выебано. Очень просто, а куда дальше? Так, там пацанёнок меня ждёт, очень сильно причём. Здесь нужно заюзать тот же самый приём. Мы врываемся и делаем перекат, да? Врыв, перекат. Ах ты, пидор! Ретрай и фейлы, ребята, ретрай и фейлы. Почему когда я к нему ворвался? Ну смотри. Он отталкивает меня. Надеюсь, ты пользуешься катаной на пределе своих возможностей. О чём ты говоришь? Если подгадать момент, то удар твоего клинка может отражать пули обратно во врага. Опаньки! Спасибо большое за подсказку. Спасибо большое, что есть такие обучалки для Адауна, потому что именно этого казальным игрокам не хватает. На самом деле зря они объясняют это всё, очень зря. Ещё раз. Здравствуй, дружище. У меня прям день сурха какой-то. Посмотри, мне даже не пришлось замедлять время. Я его вынес сейчас так же, как я вынес, собственно, в прошлый раз турель. Ага. А я могу уничтожить её? Опа, 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 Иза. Хрена тут? Слушай, ну тут много интересных, собственно, механик, на самом деле. Ничего не скажешь. Прикольно сделано, прикольно. Немножечко они, конечно, её акузуалили в целом, эту игру. По сравнению с Hotline Miami. Она, конечно, попроще. Да, тут ретра и фейлы, это все дела, но... Минус. Значит, там вот эта хрень нужна будет попозже. Минус. Блядь, их слишком много. Как я их всех-то убью? Это нереально, блядь, алло. А я ещё говорю, что они акузуалили. Блядь, захожу на какой-то нереальный... Вот я пока не очень понимаю, как можно у этих пацанов пройти в комнате. Как мне подлететь, убить? Отражать можно. Отражать можно, да? Я выебан. Значит так, ещё раз. Влетаю. Убиваю первого. Кидаю тесат. А потом включаю замедление времени и стараюсь убить всех остальных. Ха! 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 Давай. Ха! Блядь! И меня убивает нахуй. Это было очень красиво. Нет, это было отвратительно. Врыв! На! На! Изе, блядь, ёптю мать. Хо! Вот можете посмотреть, как это у меня получилось. Вот здесь. Раз, я кинул. Одного убил, второго отразил и третьего выебал. Это было изо. На самом деле, нет. Ну, потихонечку привыкаю к механикам игры. Потихонечку, помаленечку, так сказать. Да блядский ты рот! Врыв! Разъёбанно! Разъёбаный! Самая жопая, это, конечно, здесь, что уровни здесь ни разу не маленькие. И будешь начинать с самого начала. В принципе... Ой-ой-ой. Блядь! Ну нет, сука, с самого начала ёбаный-бобный. Как Hotline Miami повторяется именно последовательность действий твоих, которых привели тебя как можно дальше по уровню. Но при этом в Hotline Miami было много рандома. Здесь его меньше намного. У того чувака сверху не хочу убивать, если честно, тесаком. Хотя он у меня, кстати, есть уже, а не тесак, мне это даже брать не надо. Успокойствие. Я хочу вот так вот. Ага. Всё, и таким образом мы, как я понимаю, можем с вами пройти... Почему я умер? Я не смогу столько всего запомнить, нужно действовать эффективнее. Я слишком долго, я понял. Вот, у меня время закончилось. Алло, Артём. Ёп. Отлично. Вот это было уже красиво. Это было уже красиво. Пожалуйста, не умирай только. Всё. Красивенько сработано. Великолепно. Добрый вечер. Доходяга, Рейчард. Отрещавый совет готов понести вердикт касательно на принятие тебя в своей ряды. Неужели? Неужели вы наконец-то примете меня? Извините, пожалуйста. Мне очень интересно, кажется, это почитайте. А если я вот так возьму? Ух, я понял. Там будет сложно, потому что их там дохуя, да? Выбери все нахуй на Иза. Минус два. Ну, здесь опасность можно отъехать очень жёсткая. У меня время заканчивается. Артём, не тупи, пожалуйста. Давай, не тупи. Ах, сука! Ты понял стратегию нахуй? Ты понял, кто тут бог стратегии и тактики? А! А! О, ёб твою мать, забыл про эту херню совсем, ёбаный в рот. Мог бы сейчас отлететь как даун. Добрый вечер. Ты не должен говорить с электроником. Принято. Чего? Почему? Ты не должен говорить с электроником. Бросить трубку. Я поговорю с ним. Мне похуй. Убить его. Меня? Глючит? Нет, я пришёл убить тебя. Ебать! Ох, ебать! Мамин ёжик! Меня глючит! Так, чувак, давай без резких движений. Я, я, я всё верну. Бля, я всё верну. Чё ты там бормочешь? Слушай, если эта дурь твоя была... Ох, Иисусе, я всё вернул после пати, только не убивай. Чё за дурь? Ну, твоя дурь, блин. Вещества я только разочек пробовал на пати, честно. Меня так вставило, будто бы время начало замедляться. Повторять саму себя. Меня дико глючит с тех пор. Я всё верну. Где она? Ты точно настоящий? В смысле, там, где и была, в твоём хранилище? Я её не украл даже. Бля, я просто выкупил этот сраный склад. Мне сказали, что я... Что хозяин умер. Как ты дурь называется? Да я не знаю. Я, оно в бутылке без этикетки. Так, стоп. Ты не знаешь, как она называется? Ты кто нахуй такой? Слышу, ёбы, сейчас подгребут пацана и вывут тебя. А ты-то зря. Господи, кто-нибудь, помогите. Минус. Мы выяснили, что надо. Блядь, это очень интересная игра, ребятки. Изи. Врыв на танцпол. Нахуй, нахуй. Так, тут ещё живой, блядь. Почему меня не выпускают? Уровень пройден на ИЗА. Работодатель доволен результатом. Чистильщик скоро будет на месте. Но никто не узнает, что я с ним разговаривал. Завтра тебя ждёт новая работа. А я получил новую информацию, ребятки. Снова эта девочка. Что это, блядь, за Леон Стайл, ребята? Привет. Ты меня ждёшь, что ли? Таки да. А бегемот утверждает, что ты Левиафан закрысил. Вываливаясь, собака сутула в воровской карман. Спрятала Левиафана. Что ещё за Левиафан? Ты церковно-приходской учился или где? Он король морей. Старший брат Бегемота. Зацени. Маленькая девочка принимает ежедневно наркотики, что ли? Я не понимаю. Бегемот светился только тогда, когда Левиафан рядом. А ну открывай дверь, пока он не посадил тебя на бутылку. Не буду. Откройте, динозавр. Сука. Неа. Вот теперь я уверен, что ты прячешь Левиафана. Откройте, гражданин. Неа. Если вы не откроете дверь добровольно, то Бегемот сам её откроет. Не буду. Хе-хе-хе-хе-хе, товарищ. А вот сотрудникам не смешно. Откройте. Блядь, ладно, только быстро заколебала уже. Вот так-то я же говорил, что он всех сдаст. Бегемот. Блядь, что эта маленькая девочка от меня хочет? Я не понимаю, что она до меня доебалась, а? Господи, ну и срочельник. Я вообще не удивлена, что ты меня пускать не хотел. Вот, на, держи Бегемота. Чем ты ближе, тем он ярче. Осмотреть стойку. Да. Поиск. Ничего. А, мне надо найти Левиафана, осмотреть холодильник. Ну, осмотри. Тут только рыбьи головы. Осмотреть поддевание. Да, поддевание. Вот это слово, которое я запомнил на всю жизнь. Бумс. Левиафан найден. А я говорила, я знала, он у тебя был. Я не виноват, мне подбросили. Похоже, от прошлого владельца остался. Понять не имею, что это. Похоже, от прошлого владельца остался. Здоровенький был и Левиафан. Теперь мне страшно. О, они сильно как-то думают, что я мог бы их победить. Я даже не знал, что он здесь. Будем говорить с ребенком, как с ребенком. Не, у них же руки гнутся. А еще они настоящие Левиафан с Бегемотом больше тебя. Примерно в 100 тысяч миллионов раз. Маленькая ебанутая девочка, иди нахуй из моей хаты, пожалуйста. Что ты, блядь, от меня хочешь, что ты доебалась до меня. Пойду, я можешь тебе Левиафана оставить. Пока, но если будешь его обижать, то мы с Бегемотом выставим тебе дверь. До свидания, маленькая ебанутая девочка. Очень было приятно с тобой поразговаривать. Так, ребята, я думаю, что на этом с вами эту великолепную игру мы можем закончить. По крайней мере, пока. Если вам понравилось то, что вы видели, если вы хотите эту игру на стриме, пожалуйста, поставьте лайк, напишите в комментариях об этом, и тогда мы обязательно ее с вами пройдем полностью уже за стрим, или за несколько стримов, там уже как пойдет. А пока на этом все. С вами был Мародер 120 Гигабайт, и замечательная игра Катана Зиро. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Приходите обязательно на стримы, и до встречи на новеньких видосах и стримах. Жестких всем респектов. Йоу!